Девушки отдыхают Я не Санта-Клаус Знаешь, что значит правильный шаг? Люди это не скоро забудут Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала С вами Росси И мы продолжаем играть в игру Мафия Это пятая миссия И сначала, как обычно, смотрим заставку И потом продолжаем проходить игру Поехали 1932 год Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты Ты хороший водитель и у тебя есть опыт Проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе И я поставил на одного бренька, который до сих пор был фаворитом Я немного помог ему с карьерой Я люблю быстрые машины И я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться Ну, ты же понимаешь А потом Ральфи говорит, что сюда приехал какой-то европеец И его машина обязательно выиграет Ральфи знает машины, он по ним настоящий мастер В остальном полный идиот Ну, что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана Но все же, какой черт этот парень, черт знает откуда делает Это же американские гонки Я и другие уважаемые люди думали, что же делать Многие наши ребята сделали ту ростапу, что и я И они, конечно, не горят желанием потерять зелень И за кого будут держать меня люди За старого идиота, Томби Этого допускать нельзя Я и мои канцельеры много думали об этом Несчастный случай с гонщиком не годится Это будет нечестной игрой Такая победа мне не в радость Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами гонщика Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину К механику, которая знает в них толп То получишь долю с выигрышами Ну, вперед Ральф объяснит, куда и как Ну, собственно, вперед Говорите с Ральфом Это, кстати, миссия Это, если я не ошибаюсь, предыстория к гонкам И всеми любимым Кстати, гонки у многих игроков на то время вызвали очень большие проблемы Потому что ты в основном, практически на последнем кругу В этом проезжаешь уже все круги И последний встает И тебя вдруг назначивает И ты вдруг играл с трассы И как бы начинает бомбить рука А вот и Ральф Привет, Ральф Знаешь что-нибудь про эту работенку? Конечно, Томми Тебе нужно пойти на городской трек И позаимствовать там тачку Мой друг Бобби там работает Подъезжаешь туда и увидишь дорогу Там найдешь старушку Скажи Бобби, что тебя послал Ральф И он проводит тебя к машине С ним уже договорено А потом? Потом отвезешь ее в автомастерскую моего друга Луки Бертоне Это в Нью-Йорке под мостом до Джулиана Он посмотрит и немного доведет ее до ума Потом просто перевезешь ее назад На первый взгляд просто Но это нужно сделать до часа 15 Пока не сменилась охрана Никто не должен знать, что ночью машина куда-то ездила Смотри, чтобы на ней не было ни царапинки Не попадайся копом Ты не должен попасть им в лапы И как мне туда добраться? Типа сниму кому? Ну, парень, дай нам новую машину Потому что наша старая Не ахти Нет, ну конечно Какая-то красавица зеленая Вообще никаких претензий Лучшая в своей роде Вообще в мире Какая-то моя мудрная малышка То есть еще К ней претензий нет Он дает им какой-то неинтересный красный тарахтар Вон, а этого А это То есть Бро Не бро У меня есть кое-что новенькое Не-не-большое это дело Как красть машину Безлично Смотри Вставь сюда Кусочек проволоки И пошатай немного Потом залезь вовнутрь И соедини эти два проводка Да, это не сложно Спасибо, Раль Теперь смотри Береги бензин Спасибо За важный совет Так, ну поехали Это конечно Наверное Будет мать Похоже чем Наша ласточка Честная игра Очень честная У нас Странно Почему именно Босс Дает нам указания Канцельери Или капитаны Вообще Как бы должна Насколько я знаю Соблюдаться иерархия В матрии То есть Сначала Идет Дон Потом идет Его советник Канцельери Потом идет Его капориджи На этот капитаны И потом Только идут Обычные солдаты И потом Приближенные Которые Претендуют На солдат То есть По идее Босс Дает указания Канцельери Канцельери Дает указания На свое усмотрение Одному из капитанов Ну капитан Соответственно Выполняет Задание Вместе Со своими Другими И поручает Тем Кто вступает В семью Как проверочное Задание Что-нибудь Сделает Если сделал Хорошо И не покололся То Берет его Соответственно Мафия Тут как-то Напрямую Дон Говорит Сделать Кто сделал Это Наверное Поэтому Наш герой Потом Пошел Настучал На своего Дона На прямую Полицейский Ну что он В принципе Делает В интернете Вставочки Когда он Жалуется На жизнь На Мари Рози Этому детективу Сливает информацию Криса Он же Прекрасно Знал Что когда он Вступал В это Соглашался С Амертой И так Закон о молчании То есть Он должен был Молчать А если он Малаболит Его за это Должны будут Указать Ну Видно Он Почитал Что федералы Правительство Закон США Защитят Его От Мести От Индепта И Освободят Его От Закона Амерты Ах ты Томми Томми Видно Что ты Анжела Глупая Анжела Так Вон Сюда Где там Ага Ах и Вогти лицу У тебя Противное Добрый Ты должна быть Друг Ральфа Верно Ладно Я пропущу тебя Спасибо Души в душе Смотрите Я сейчас Машину Здесь Но И Не могу двигаться Он Подумаешь Баум 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 Поехали Оп Малуничный трактор Понимаете Вот эта миссия Которая Сейчас В принципе Доехать до машины Не трудно Трудно Потом После Эти Всех Моих Бенчин Сесть Загоночную Машину И Ему Разбить Доехать Фигня А Мои Разбить Мои Тоже Фигня Просто Ее Носят Ее Переворачивают Что ли Ладно Мы На месте Дружище Давай У нас Мало Времени Давай Страна Выходит Очень странно Быстрее Мало Времени Деценка Пошишь Тебе Шве Вести Это Она Есть Парень Будь Очень Осторожен На ней Не должно Быть Ни Царапинки И Копов Сторонись Как Огня Это Очень Заметная Машина Да Уж Через Полчаса Здесь Будет Смена Будь На месте Прият Будь Очень Осторожен Машина Быстрая Может быть Это Самая Быстрая Машина На свете Кто Знает Конечно Боб Без проблем За полчаса Я все Сделаю Без Спортивная Машина И Луки Бартона Не Поверю Оп Как Мы Элегантно Запорядили Ну что Поехали Ребята Ой Ой Как Она Подрывает Так Сразу Видно Голочная Тормозит Как-то Хероватый Еще Сейчас Потихонечку Потихонечку Будет Прикопить На полечек Поворот Ну и Как же Страшная Весть Ничего Пошла Взамес Точнее Взамос Ну В ней Сигналки Нету Кстати То есть Я не могу Ехать И Господам Согналить Что Я считаю Очень Неплохо То есть Я Создаю Заведомо Аварийную Ситуацию Просто Послушайте Как Ревет Ее Мотор Шик Модерн Блеск Надо Еще Смотреть На карту Чтоб Не Было Минток Эй Ой Чуть Не Ай Эй 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 здесь через мост подпрем мне кажется мы не успеем ну конечно и как раз может переходить да ну ёлки павли что-то такое что-то везет с этим мостом постоянно блин достала уже эта хрень как мне ну путь опускается блин мне кажется я не успею жесть давай быстрее блин да блин еще даже до люка бортом не доехала потом еще обратно мчать ах если плюка бы мне накинул хотя бы там не знаю ну 15 ну не накинет же жопа что-то дтп нет нет вы знаете забирать свои слова обратно подмазать ну хорошо так так хорошо что я как раз подъехал так привет привет да меня зовут говорят ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку без этого но тогда лучше шевелись у нас всего 27 минут осталось не густо да ну чё ты там рассматриваешь давай делай блин делай посмотрим что можно сделать можешь пока расслабиться в без тебя нас ну и написал поезжай но тебе придется торопиться она будет не так резво как на пути сюда спасибо мистеру сальери понравится твоя работа ясное дело передаваемый привет от меня если что-то еще понадобится я всегда к его услугам я поставил на того же гонщика что и он что-то мне кажется она даже резвее стала он неуправляемый да ребят счет у меня времени мало ехать изнатуда который через мост на эти все стоят что надо аккуратно водить как я помню этот мост на нашем болтичку не развернула как я не знал тихо 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 охотненькая миссия но даже боюсь представить ребята чтобы тогда когда буду проходить вонки с какого раза я ее пройду в какого раза я ее отсниму я даже боюсь представить честно боюсь представить это будет жесть прямо пока если поедем его по головой и беги не нужны эти проблемы по машине Урон не засчитал, а значит не сильно ударит. Я помню, когда первый раз в жизни. Проходил мафию, я помню, вот так вот все хорошо проехало-поехало, а потом оставался туннель, и в туннеле, короче, вот так, вот так, как занесло, и вот так ее ба-бах. А вот, что-то беда была, просто пришлось перепроходить. Ну, благо мафия, конечно, делает на каждом углу сохранение, помимо того, что такое миссия. Поэтому, если я провалил, то последнюю сертономную точку, в принципе, не легко. Такс, 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 такс. Все, успели, отлично. Ты справился, дружище. На машине нет царапинки. Спасибо, Бобби. Это действительно была самая быстрая машина в мире. Наше счастье, что все хорошо кончилось. Я тоже поставил на машину Дона. Похоже, что все поставили. Я и все мои соседи поставили на нее. Думаю, водитель тоже кое-что значит. Конечно. Ладно, не буду тебя задерживать. Спокойной ночи. Счастливо, Бобби. Спасибо за помощь. Так, игра сохранена, вычислийся в сфере. Это вот то, что я думал. Приедем, делай, перевернись. Поскучно стою. Да, после конечной гоночной тоже. Не то, пальто. Не то, пальто. Начал. Тоже приедет. Сейчас почувствую тоже кураж. Пошел в кураж уже на гоночной. На гоночной машине уже на этой. Хочется я тоже дать ей. Игруется в Гарри. И дать ей просраться. Не. Угалдина тоже, в принципе, неплохо. Конечно, не гоночный болит. 70 берет. Пошел в течение дня. Пошел в минуту. Пошел в месяц с первого раза. Но как прошел. Мы еще не доедем. Или это. Потому что, если это просто не случится. Да, не года. Ну, я уже в течении нахожусь. у меня что у нас в этой машине что я батюшки это я бабахну не забудьте только хотел сказать что мне нравится в этой машине что я еду а ее занесло мне тогда придать и тормозить нужно было мне тормозить так все было бы кучком ну ладно я думаю такое может случиться вообще анархист и езжу без осторожней ты езжу без ограничения скоростей потому что мой же гангстер и серьезный ребят у нас полиция поднимает деньги у нас миллион наверное мы будем поворачивать интересно интересно а на самом деле это вот его право вот это поворачивание формировались а может давайте дарим углу оп ну почти все равно я считаю хорошо в повороте пошли вот мы уже подъезжаем к двору с обеерей сейчас посмотрим заставочку и на этом будем заканчивать наши видео и с этой заставочкой будет для никого если честно кстати вы знаете что можно закончить миссию или за кивбар через этот вход или зайчи через этот вход и с огнем двора вот 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 все марш добавил мою муше хорошо честная игра Эй, Луиджи! Эй, Томми! Где все? Все ушли на гонки, ты опоздал. Мне нужно было немного поспать после ночной работы. Ага. Алло! Да? Сэр, он только что вошёл. Конечно. Это тебя, Том. Алло? Это Фрэнк, Том. Ты хорошо постарался вчера, но нам снова нужна твоя помощь. Немедленно езжай на гоночную трассу. Парню, который должен был выиграть гонки, сломал руку какой-то громила. Это не случайность. Видишь ли, тебе придётся участвовать в гонках. Но, Фрэнк, я... Том, до гонок осталось полчаса. И у меня нет времени обучать вождению кого-то ещё. Боже, Том, здесь замешаны большие деньги. Это ты понимаешь? Ага, ладно. Фрэнк, но... Так что я жду тебя здесь, на трассе, как можно быстрее. Ты вижу, не очень довольны. Да, так оно и есть. Приезжайте на гоночную трассу и найдите ранее. Ну, поедемо на гоночную трассу, наверное, регуляционно в следующей серии, потому что, так, серия получишь слишком длинной, немножко растянет. Тогда разделим эту миссию... Бог, ты мой, что ты делаешь? Разделим эту миссию... Наглое. И во второй части поучаствуем на гонках. А на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на ваш канал. Ставьте лайки. До скорых встреч. До новых встреч.